Дорогие харьковчане, я знаю, что вы сейчас испытываете. Я знаю, какую бессонную ночь вы пережили, когда узнали из средств массовой информации, что российские захватчики могут попытаться взять наш город Харьков. По этому поводу хочу сказать следующее. Первое. Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности. Харьков хорошо вооруженный и хорошо подготовленный к обороне города. Второе. Советы главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович считают, что взять Харьков для нашего врага – задача неразрешимая. Третье. Наш враг готовился за три дня взять всю Украину. За это время российские оккупационные войска отступили от Киева, Житомир, Сум и Чернигово. Наши войска освободили множество населенных пунктов страны. Дорогие харьковчане, дорогие герои, вражеские оккупанты хотят посеять среди нас панику и деморализовать. Мы, харьковчане, не дадим им такой возможности. Харьковчане всегда славились своим духом и стержнем. Прошу вас и сейчас, каждого харьковчанин, продемонстрировать наш дух, нашу несгибаемую волю и выдержку. Мы одна большая харьковская семья, военная и территориальная оборудовка, которые защищают и, я уверен, защитят наш Харьков. Медики, которые спасают жизни наших людей. Волонтеры, которые вместе с нами заботятся о наших харьковчанах. Наши коммунальные службы, которые работают и обеспечивают жизнь города. Наши предприниматели, которые постепенно начинают работать. Наши учителя и преподаватели. Да, нам всем непросто. Но я уверен, вместе мы выстоим. Вместе мы победим. Прошу вас не поддаваться памяти. Верить в нашу армию. Харьков был, есть и будет Украиной. Мы вместе. Мы харьковчане.